добрый день всем смелым и решительным инвесторам это проект географии инвестиций и я сразу хочу вас предупредить о том что спекуляция акциями да и вообще инвестиции это очень рисковое занятие так что будьте внимательны и осторожны а Субтитры создавал DimaTorzok Компания Coca-Cola это одна из старейших компаний Америки, которая сохранила и даже в несколько раз усилила свое влияние на мировом рынке с момента ее образования. В отличие от других эпохальных корпораций, таких как General Motors или ExxonMobil, Coca-Cola является компанией сферы пищевой промышленности, в которой не так уж много аналогов, достигших столь выдающихся успехов на протяжении многих лет. История американской компании Coca-Cola берет начало с 1866 года, хотя формально датой организации является 1892 год. Но учитывая, что основной визитной карточкой компании является напиток Coca-Cola, стоит начать историю именно с его изобретения. Напиток из сахара, кофеина, ореха, колы, листьев коки и воды изобрел фармацевт Джон Пембертон в 1866 году. Он представил этот напиток инвесторам и через три года его компанию купили за 2300 долларов предприниматель Азо Кендлер. Через три года новый владелец зарегистрировал Coca-Cola Company и сумел за последующие 10 лет совместно с 50 сотрудниками успешно продвинуть напитки на внутреннем американском рынке. В 1899 году впервые был организован филиал компании и выдан первый франчайзинг на отдельную мощность по производству напитков. Вся последующая история компании строилась на подобной модели функционирования. Главное представительство Coca-Cola производило концентрат для напитков и передавало филиалам свою рецептуру, которую в свою очередь разводили концентрат, разбавленный водой, затем газировали и бутилировали напиток, после чего продавали товар на своих территориях. Сегодня можно смело сказать, что во всех странах мира знают компанию Coca-Cola. Как правило, первая ассоциация приходит на напиток Coca-Cola Sprite Fanta. И это правильно, ведь компания является их производителем и мировым дистрибьютором компонентов для производства самых популярных в мире газированных напитков. Компания является лидером в области капитализации и прибыльности в своем сегменте и по доходам, а также по мировому влиянию стоит на одном ряду самыми известными гигантами автомобильной и нефтяной промышленности, что еще раз доказывает ошеломительный успех и процветание Coca-Cola Company. Капитализация за прошедшие годы по последним данным составляет 180 миллиардов долларов. При этом в собственности резерва у Coca-Cola активов на 90 миллиардов и капитала на 25 миллиардов. Основной деятельностью Coca-Cola является производство, поставка и продажа компонентов для безалкогольных напитков. Продукция компании распространена в 200 странах мира. Также компания отдельно реализует пищевые добавки, сиропы, подсластители, прочие компоненты пищевого производства. В Соединенных Штатах Америки основным сырьем для производства напитков выступает кукурузный сироп, а в остальных странах мира преобладает сахарин и аспартам. Огромное количество компаний работает по всему миру на условиях франшизы от компании Coca-Cola, что позволило организовать одну из самых крупных производственных сетей в мире и наладить поставки своей продукции по всему земному шару. В прошедшем 2020 году компания Coca-Cola столкнулась с определенными трудностями в связи с пандемией COVID-19 и пока неизвестно, как долго будет сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация в мире в 2021 году. Прибыль и выручка компании демонстрировала значительное снижение в течение последних трех кварталов 2020 года. Однако дивидендная политика компании весьма успешна. С 1995 года размер квартальных дивидендов увеличились с 0,5 цента на одну акцию до 41 цента на бумагу. При этом на сегодняшний день дивидендная доходность составляет 3,32%. Примечательно, что компания стабильно увеличивала свои дивиденды. Среднегодовой темп роста с 2013 года по 2020 год составил 5,6%. В прошедшем 2020 году Coca-Cola, которая считалась ранее наиболее стабильной фирмой в потребительском секторе, столкнулась с определенными трудностями. Я хочу сделать акцент на том, что примерно половина доходов компании производится на продажи в ресторанах и барах, в кинотеатрах, а также на стадионах, которые закрыты во время все новых локдаунов. Напитки Coca-Cola, Coca-Cola, Zero и Sprite хорошо продавались в магазинах. Но в целом выручка от продаж данных марок сильно пострадала из-за резкого спада продаж именно в разлив. Сильнее всего снизилась продажа небольших брендов газированных напитков. Например, Fresco. Тогда как продукция брендов Fear Life, это молоко, и Seaplane, это апельсиновый сок, пользовались высоким спросом, поскольку люди стали больше питаться именно дома. Стоит отметить, что в третьем квартале 2020 года органические продажи компании уменьшились на 26%, по сравнению с аналогичным отчетным периодом. Тогда как чистые продажи упали на 28%, это максимально за последние 25 лет. Органические продажи в Европе сократились более чем на 30%, в Азии на 22%, а в США на 18%. В результате Coca-Cola решила произвести реструктуризацию своего бизнеса, а также сократить расходы на рекламу в социальных сетях и печатных изданиях, на телевидении и радио. В конце августа 2020 года компания заявила о том, что предложит 4000 своих сотрудников в США, включая Порто-Рику и Канаду, компенсацию в обмен на заявление об увольнении по собственному желанию. Аналогичные предложения будут сделаны некоторым сотрудникам и в других странах. Стоит отметить, что общее количество сокращаемых мест пока неизвестно. При этом компания намерена потратить на компенсацию при увольнении от 350 до 550 миллионов долларов. В рамках реструктуризации Coca-Cola приняла решение убрать часть не пользующихся высоким спросом продуктов и своей линейки, закрыть производство соков и смузи. Кроме того, 17 подразделений компаний, расположенных по четырем регионам мира, превратятся в 9. Однако в период пандемии, допустим, деятельность PepsiCo оказалась успешней, чем у Coca-Cola, а способствовала этому более диверсифицированный бизнес. Спад продаж напитков в разлив у компании PepsiCo был компенсирован ростом продажам снеков и быстрых завтраков. Несмотря на заверения главы компании Джеймса Куинса о том, что худшее для бизнеса Coca-Cola пострадавшему от пандемии уже позади, я полагаю, что в среднесрочной перспективе потенциал роста акций компании является ограниченным. На сегодняшний день самыми популярными напитками компании являются Coca-Cola, Sprite, Fanta и Schweppes. Кроме того, компания также производит энергетические напитки, такие как Берн, бутылированную минеральную воду Бон Аква и соки Рич, холодный чай и кофейные напитки. Итак, давайте я подведу итог по акциям Coca-Cola. Лично я рассматриваю покупку акций от 47 долларов за бумагу. Возможно еще некоторое снижение вместе с предстоящей коррекцией рынка, где буду докупать и устранять свою позицию. Coca-Cola это дивидендный аристократ и сейчас самое время приобрести часть хорошего и доходного бизнеса с перспективой на несколько лет, так как пандемия в конце концов не вечно и люди снова начнут посещать кинотеатры и футбольные матчи, ужинать в ресторанах, а прибыль компании снова вернется на прежние уровни. А если вы не готовы покупать бумагу на долгий срок, то диапазон от 40 до 50 долларов за бумагу вполне позволят заработать любому биржевому спекулянту. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В описании под видео есть ссылочка для открытия брокерского счета. Оставляйте комментарии, лайки под видео и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. До новых встреч на проекте География Инвестиций. Всем пока!